вот я сейчас буду спрашивать ты мне ответь пожалуйста потому что вот я фильм один высветил я легенда и он там конечно аппаратура не наша и он делает опыт и и все говорит такой-то номер вольера или там где-то серпентария как ведут себя крысы и все это записывается какие данные какая температура какого числа но мы так не можем нам приходится сначала я попросил подсоединиться шнуры протянуть но все-таки это понятно так я буду несколько вопросов задавать что потом уже на эти вопросы попытаться получить ответ они меня эти вопросы волнуют при том очень сильно волнуют вот с какой целью ты поехал чем это вызвано ты представлял что поездка это будет длинная что могут быть тут температурный режим другой питание другое но все другое чем дома хотя у тебя опыт уже был в прошлом году и ты понимал с кем ты едешь да конечно то есть ты поехал добровольно или кто-то уговорил или принуждал добровольно ради христа ради добровольно ради христа так ты как считаешь что до поездки наши отношения были такими же или они наши улучшились или ухудшились лично со мной отношения в чем-то такие же были в чем-то ухудшились но дело в том что когда мы на расстоянии допустим живем мы друг друга знаем не так хорошо а когда уже мы рядом в доме или или например вот как в нашем случае в машине то уже узнаем друг друга лучше и отношения конечно же где-то может быть как говорится искрят там вот это случается и за я считаю это нормально потому что мы в железо железо острит написано в писали вот поэтому слава богу за все так как ты думаешь поставленная цель в нашей поездке выполняется выполняется что-то можешь сказать о том как нас принимают люди которые библиотеха в основном принимают в основном очень хорошо потому что люди видят библиотекари директор заместитель видят что это дело необычное уникальное вот и просто ну наверное удивляется это не то слово даже может быть некоторые шокированы как это такие труды и вдруг мы получаем в дар то есть это вот в крыму мы видели неоднократно вот это уникальность уникальность дара какие книги как изданы потому что сейчас если издают это сложность в чем в первом первом первым делом финансах сложность вот издают какие-то там тоненькие брошюрки а чтобы такие тома и бумага качественно все сделано конечно для того чтобы человек познал господа иисуса христа вот даже один трехтомник это чего стоит как говорится где разрисованы вот эти гравюры красочно густаво даро густаво даро это 230 гравюр полная его своими номера вкрашено постоянно господа обращаемся господи приведи через эти книги людей к познанию истины через наш сайт косни сердец людей вот так вот у меня несколько тут вопросов последняя возникает ты помнишь я написал стихотворение посвященной тебе воспитатель виктор савченко не спит она тебе нравится конечно а чем она нравится чем нравится характеристика обыкновенно в миру пишут характеристику что все хорошо да но здесь все так как есть мои недостатки мои положительные там черты и вот это все освещено а ты помнишь такое выражение вот иуда бен гур когда они встретились уже и он говорит о том мессале и о мессе и как она от него отшатнулась и говорит кровь рождает кровь собака рождает собаку иуда я потеряла тебя и отшатнулась от него ты стал такой же дух мессала вошел в тебя тебе надо отомстить сколько уже на этом погибло я считаю это один из самых тревожных моментов во всем фильме я это проигрывал уже может быть сотни раз по отношению каждых людей почему она так сказала иуда я потеряла тебя ну раз в нем жажда мести была то есть это человек другим стал без христа другим стал он решил просто отомстить расправиться с этим своим врагом а были они друзья вот она это имела ввиду что ты стал другим и я потеряла тебя а потом уже ситуация изменилась когда он обратился ко христу у тебя было ли когда-нибудь так что у тебя были близкие люди и ты видел как они отдаляются и от тебя и от того дела которое ты делаешь от того подвига на который бог дал силы у тебя мысль возникла я потерял я теряю его вот эту скорбь до смерти называет давид когда друг делается врагом ходили вместе разделяли искренние беседы и он это выделил давид это три тысячи лет назад это значит это так было мы дорога разбирали что такое слово друг меня расспрашивал николай я ответил словами и она златоуста друг это второе я второе я гавритян златоуст толкование на слова христа матерь все сын твой я долго размышлял об этом друг твой и вдруг иуду называет друг для чего ты пришел сюда кого мы называем друзьями кого не друзьями эта тема была открыта вот сегодня вы привет пришел сюда практически на три с половиной часа позже три с половиной часа это полдня практически рабочего дня я хотел спросить не заболел ли ты так поздно пришел да нет не заболел а что случилось полночи не спал и ничего не спал там собаки лаяли вот и не спали мы полночи на где там где лаяли где ночевали где сегодня чего ли да прям под окном где у нас ни одна собака не лаяла вот вы проиграли то есть я очень жалею что вы уходите спать вам там не надо не надо вы однако нашли что я считаю это не сон только отдаление от меня здесь я его ночью увожу утром я снова прячу в кабину в машину нашу и ни одного звука он не издал пока они стали хозяева стали хозяева пришли пришел миша я дважды говорил проповедь уже сегодня здесь причину отказа людей прийти вы ничего этого уже не слышали просто так считать я не могу он говорит а где ваши товарищи зинаида приходит а где ваши друзья я говорю это вы виноваты будете отвечать за это потому что вы предоставили то место которое отдаляет от моего образа жизни вот четыре тридцать вот здесь я сегодня посмотрел четыре тридцать две но так как у меня они отстают как раз видимо то время было кто не считает что ночью поднимались собаки не лают то есть ничего вы этим не выгодили вот мне потерять себя чрезвычайно тяжело но уступить свой образ жизни поменять на ваш я не хочу потому что вот павел николаевич был здесь я ему говорю у давыда написано я встану рано слово рано непонятно когда но в другом месте говорится предваряю рассвет и взываю на слово твое уповая предваряю то есть его еще даже рассвета нет еще заря не леет и про зарю он говорит значит это намного раньше чем встает вот солнышко светит и вчера вы также вставали вместе в одной палатке и это я бы не советовал даже в одной палатке быть меня сильно удивляет вот какой момент когда мы в прошлом году выехали поехал вадим он не член нашей общины но хороший водитель его теща моя сестра она порекомендовала действительно он хороший шофер но за рулем сразу оказался игорь третий коп и они еще не да не не проехали 100 километров я гляжу он что-то наклонился и там где приборная доска начинает что-то шевелить у меня недобрые чувства появились думаю он что-то делает не то и так и получилось ему показалось ему показалось в августе месяце что холодно утром как холодно то он включил включил ее и включил на полную мощность а у меня собака собака язык высланно жарит меня жарит я трудно переношу жару я ничего не могу сделать это прошел посторонний человек и наша ураган лает охраняет там и я говорю я не могу остановить машину или что-то я сгораю просто они меня он не может ее выключить не знает где зачем ты включил молча я снова спрашиваю зачем же ты сел только за машину и начал нажимать кнопки которые ты не знаешь я не знаю что это у него болезнь такая я бы его в поездку может не взял это болезнь шариться где не положим он неоднократно на этом будет спотыкаться и так что машина будет заблокирована с места не извинится даже он на ходу я изучают путем тыка но это не интернет уберите это дело им уже самим жарко а я сижу сзади колорифер гонит прямо на меня собака вообще задыхается на собаку у собака она же на улице ночует это со такая восточноевропейская овчарка на ней шерсть это не голая собака и ничего они не могут сделать но они с игорем мгновенно сошлись прям сразу же мы только только выехали и они мгновенно как будто всю жизнь ходили вместе я оказался уже на задворках я ничего не слушают даже я не спрашиваю почему оказался ему он ближе данном случае я вижу что николай ближе тебе чем я и не то что я ревную об этом а я знаю что духовное поучение и тебе с той стороны получать рановато у него жизнь была иная чем моя и он только что пришел и он прекрасный шофер просто замены нет без него это поездка не состоялась но духовном плане тебя ориентир туда держать не следует и разговоры ваши они не могут быть возвышенными растолкование священописание просто их не этого не знаю не знает говорю что это не в отношении наших отношений у нас отношения с ним хорошие а по отношении тебя в николае я ничего не теряю потому что у нас определенная дистанция еще только налаживаются такие более близкие отношения а с тобой меня вот это вот а сегодня ты спал не болел ночью ничего нет нет если не болел и ссылаться на то что лаяли собаки они будут лаять все время статана будет толкать собак а мне потревожил комар там сегодня томись завтра вовремя лечь а вы легли намного раньше чем мы легли здесь если хозяева которые к этому делу вообще нет и они уже давно пришли и мы с ними беседуем то ясное дело что что-то что-то не так три с половиной часа это громадное число времени потерянное вот вот эта фраза я иуда потеряла тебя теряй тебя в отношении тебя для меня на просто трагическая была бы эта фраза поэтому я решил записать чтобы ты на память это имел это грозный симптом лишний сон и блуд они связаны между собой грехи идут как по правилам паре они этого не знают многие я ему обо всем рассказывал почему эти люди не пришли как ведут себя сегодня священники что означает искупительная жертва христа по отношению каждого из них их добродетели как содействует приближению благодати и как они могут потерять все хозяева здесь они стояли павел николаев зинаида и сын их миша отношения наши очень хорошие долго слушали я закончил он говорит вас бесконечно можно слушать ну просто у меня утренняя вот эта печаль скорбь я ночью долго здесь ходил в четыре часа встал я но 4 8 это все таки разница и нигде ни разу ни одна собака не взлаяла я его вечером провел к тем собакам на расстоянии метра держу и они уже не лаят друг на друга то есть три собаки здесь кавказцы громадные собаки просто и чтобы когда я утром гуляю чтобы они не лаялись вечера я их уже старался знакомить вот ты знаешь на чем у нас дорогой были беседы как раз то спотыкались мы вот это будет касаться еды это будет касаться спанья это будет касаться отношений почему потому что ты для меня и глаза и уши когда мы заходим я не слышу и без себя мне на шаг не отходить я гляжу повернулся там вчера в коридоре где-то она говорит я ни одного слова не слышу я вижу губы шевеляться только то есть переформатировать сознание что мы с тобой единое когда возвращается иуда бен гур и на руках отца его невесты несет там этот богатырь и говорит у него языка нет а у меня ног нету и мы дополняем друг друга нам очень конечно здесь нужно ошибки признавать я признаю ошибки с вашей стороны чтобы было признание тогда будет единство я так это вижу ты понял нет насколько ты дорог мне батя то нужно чтобы понять а вот это чтобы дистанция пропасть между нами не расходилась ты не должен находить в сторону в спанье должен быть рядом видишь как ты спишь на вот вчера поднимаетесь палатки вы встаете иногда на три часа позже меня даже с лишним я поясню почему так чтобы на сиденье не дремать не спать я утром больше сплю причина найдено причину убрать причина убрать там на сиденье просто хорошо спи в палатке спи в палатке но вставай когда я встаю поставь себе будильник выход а найден выход найден ты за рулем не сидишь больше сидеть не будешь ты знаешь причину где мы споткнулись в германии едва на нам жизни не стоило и поэтому я принимаю просто кардинально сюда решение это было сергеем пупком за доли секунды мы спаслись я стоял в это время шла запись и я увидел не туда машина несется он заснул за рулем или плохо стал он в следующий день толком не говорит но оба варианта были смертельные для нас и повторять их я не намерен потому что 2 предупреждения от бога просто может быть не может не быть вот сегодня утром пока вы пришли вот посмотри сколько я думаю до 11 тома то у нас идет на 1 как сказать ящик коробку это вот я все разобрал один не считая этих бесед ну то есть на ногах человека или лежа лежит это большая разница то есть я тебе только говорю не настаивай ты можешь спать где угодно как угодно но я тебе говорю внутреннюю свою тревогу тревогу то есть на сегодняшний день это стихотворение вот виктор савченко не спит я бы уже подумал эти четверостише написать или не написать вернись к истоку потому что мы подвиг дожил все время увеличивать увеличивать во всем это сон еда воздержание и а так когда нет расположения если ты еще близко будешь человеком который тоже не расположен то очень быстро в течение одного появится недоверие и хамство и просто неприкрытое хамство и будет считаться так я что-то говорю а я тоже хочу в ответ сказать на это я говорю скажешь завтра завтра день пока обдумать тебе говорить сейчас не надо а завтра пришло время спрашиваешь что ты прочитал одно место писания и оказывается ничего и не надо то есть осознание есть это хорошо есть я кажется мелочами но из мелочей составлена жизнь и абсолютно на все это смотрю смотрю вот я вчера хотел съемку эту сделать а ты уплыл далеко я встал в воде и молюсь думаю послышал ты меня не слышишь ты уходишь дальше дальше я сказал море не уходи далеко не уходи и меня вырос гордыни и погуби человека не надо потому что мы считали как волна захватывает да мы этого не знаем и 6 учеников 6 воспитанников и преподаватель были унесены море и они погибли на тихо здесь ваше воображение слишком работа вы вопрос такой вы знаете почему николай не купался и не купается почему ну потому что вот такие вот ограничения как для детей ну купаться откровенно говоря он и не идет на этом не идет туда говорите нельзя глубина вот такая вот вот по горло я зашел скобица там собака вы по горло я по горло когда я заходил вот так я говорю я отошел где по горло было я опустился вы думаете что я по шейку так это даже не то это еще не так черном море были какие-то ограничения уплывать далеко не надо ну ладно не будет и все с ограничением нету то чтобы не говорили что я не делал ограничения самое главное их и произнес уже я говорю что в этом море воображение 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 это первое самое главное качество лидера воображение причем как говорится слишком уж слишком определять не берись пока а вот как я сейчас покажу эти те люди которые утянулись глубже везде есть ограничители за них заплывали и они никогда не вернулись они пошли бы на все ограничения лишь бы быть живым ограничение ни одному человеку в жизни не помешали мы пришли обкупнуть а не плавать нырять на глубине сахвалангом я вот про что говорю вы купаетесь я купаюсь меня туда не тянет тебя тянет мы двое одинаково я это ограничение на тебя не накладываю выше своих именно эти ограничения я помолился думаю услышишь ты меня или нет вернешься или нет нет гляжу дальше и дальше я отошел я только мог произнести господи я не виновен да воображение развито у меня это первое качество которое делает лидером я стараюсь посмотреть возможности а вот я купнулся допустим ты показал так тебе достаточно чтобы тело твое покрылась водой достаточно пока довольствие с этим довольствием вот они шли как мы считаем федора священный трава а травы не было сел на него говорит а я есть хочу он говорит довольствием травою я много знаю жития святых а прихоть и ищет свои нравные решил я поплавать укроти свою дома будешь плавать когда там нас не будет не приведи господь что случится ничего не случилось это благодаря может быть тому что у меня развито воображение воображение ваше воображение мертвое совершенно не допускаете вторые варианты вы не знаете ней не обитатели море ничего нету ребятишки купаются показывает совершенно по сегодняшней непонятно заплывшая акула тут же отхватила ему ногу весь берег проще сует ничего нигде нету и только моряк один стоя на мосту увидел как плавник она никогда не было ребятишки купаются и прыгают но воображение подсказала ему я говорю даже николай не покупать не купается и хорошо он живой ничего ему не случится сегодня он помоется под душем если бы он хотел купаться жарко было он бы не смотрел ему по грудь или по голову или 5 километров плыть куда-то я же и выкупался здесь выкупался и скажи я себя смирю в данном вопросе плацком вы берете больше и говорится более открытого нету и на тихо я я говорю хотя мы поговорили о глубине мне хватало погрузиться под воду чтобы ураган стал искать меня слава богу все этого достаточно мы вышли живые лишние ты думаешь много людей тонет в мире или нет и все плавали на более глубокой я глубоко не плавал ты очень далеко очень далеко в моих глазах очень далеко я добавлю как будто добавлю очень далеко я верующий христианин я тебе беспокоился а ты себе нет вот а большая наша разница мое воображение помогло сорок лет стаблести ребятишек и гнать тихо мера должна быть простите я принимаю славу ладно но везде вот относительно плавание я отошел больше говорить не буду должна все договорились относительно плавание николай скажи ни одного замечания делать не буду что вам написано говорит вы там будете гореть и тонуть ваше дело едем в дороге гибель одного из нас прерывает все путешествие у вас это запредельно далекие мысли у вас этого нет даже ты мог подумать даже даже чуть-чуть воображение а в самом деле волна и сейчас меня потянет а какая сила через две минуты выдохся мы ослабевшие сидим здесь сильные пловцы погибли унесенной волною вы не слышите сейчас мне слышать не надо я слишком много знаю о погибших я плавал на море я вам объясняю что если по шейку или там больше глубина вы этого не слышали погибли и я напоминаю погибли именно те которые думали что хорошо плавают я все эти условия разбирал именно они под надеющиеся на силу на дороге больше всего аварии бывает у хороших шоферов которые не могут переориентироваться на изменившуюся обстановку потому что он гонит и он понимает что он хорошо знает а другой более осторожничает есть 102 года и 70 лет было без права в америке бабушка и ни разу не сделала нарушения и ни одного замечания не было так вопрос относительно питания вы питаетесь что желаете чтобы здесь нареканий не было но маленько приглядывайтесь где какие делаю ограничения я делаю ограничения вот чтобы хозяева не предлагали это разное мороженое там что-то я делаю ограничение мне даже в америке не могли скормить ни одного это твой путь это мой путь никаких осуждений я вас не осуждаю но приглядывайтесь вот в малом где-то когда бывает это она помогает в дальнейшем делать эти ограничения даже вот мы видишь с николаем разговаривали о собаке да собака не такая она купленная то другое но он отличный просто замечательный он ласковый он охраняет очень бдительный и злобный и в то же время ласковый я говорю собака наша хорошая он говорит нет она плохая безбашенная ну каждый при своем мнении на ухаживаю кормлю я ее моя задача вернуть ее здравой и сохраненной нашу жизнь здесь только одно что она не такая какая была у него на границе у меня здесь к этому пристроено слишком много слишком много и хозяин впереди я должен вернуть и наша охрана и кормление и я затем все выстраиваю в один ряд у вас воображения нет ни в одном вопросе чтобы до конца это видеть на остальное просто не для не до записи где бы мое мое мнение это вы спросите о собаке давай тут с николаем я тоже не согласен собака нужна однозначно я к еще бы самого начала говорил поездки так мы спать ложимся не слышим а он обнаружил только примера было когда подходили там цыгане или румыны там их да 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 он сразу голос подает и все и все сразу отклинули отшатнулись однозначно она нужна собака ну видишь как тут мы понимаем дальше вопрос о молитве когда мне один из вас сказал я тяжелый человек я спросил что сейчас я спросил тяжелый что по килограммам я я самые легкие а когда оказалось что по характеру а я не характер я сказал я говорю что человек определяется характером так вот какие бы мне характеристики тени писали то всегда подчеркивает юморной тебе понятно это слово то есть любую обстановку господь позволяет мне легко сгладить путем перевода рельсов на себя так в иронической форме и поэтому ко мне это абсолютно не относится у меня слишком много друзей которые опровергнут это и в общине и везде вот в тяжесть что входит но для меня это было дано как размышление что именно я с утра начал смотреть первую очередь молитва молитва видите когда выезжаем я читаю утреннюю молитву потом 50 90 120 псалом поминаем всех за кого молились я не знаю по сегодняшний день ни один не выразил радости что такая у нас молитва продолжительная никто исследуя эти слова а упрек брошен с этим упреком если он справедливый господу я не попаду я сразу начал себя на мелкое нашинковывать посмотрел что начинается с молитвы вставание тут вот выходите топаете я ухожу далеко утром рано иногда даже три с половиной четыре часа раньше вас стою и собака не лает не стараюсь не шелохнуться но вылазить я не могу чтобы кабина не качнулась никак не не ну и не топаю но он бывает и взвизгнет где-то уж не так же спать-то ну что за принцесса на горошине чтобы спать хочешь ты уснешь под бомбежкой как солдаты в войну вот я стал смотреть значит молитва это входит в тот рацион с чем я предстою перед вами я сказал я молитву ограничиваю остальное теперь призывайте вы на молитву но боже милостив и три святоя вот очень наши утренние до четыре молитвы тут все остальное я оставляю я отдельно молюсь от вас но сказал вы сами призывайте я присоединились даже издали видели видя что вы перекрестились я мгновенно уже на молитве я это в отношу тоже это входит тяжело со мной вот столько много молиться надо после каждого города молиться надо я всегда призывал выехали из города приняли не приняли молитва я сказал вы объявляете мне вслух никто не объявил ты говоришь а я объявлял я не слышал я говорю говорите громче я все равно молюсь но уже я это исключил из рациона на вечерние молитвы тоже молитвы я сократил примерно раз в пять меньше на меньше пойти не могу дальше уже будет разрыв почему веревка скрещена вдвое или трое крепче если совсем этой молитвы не будет скрепляющей все мы потеряли полностью друг друга и наше дело видите слова брошенные несправедливо мой адрес бесплодными нет не прошли я исследую себя смотрю ужин может быть я стесняю что-то и даже сон неладно я увидел я тут же отказывается от ужина от завтрака видите то есть я все время меняю ритм жизни не настаивая для вас вы вы едите я даже на это не гляжу но для меня самое маленькое это замечание она заставляет меня задуматься задуматься и начать перемену кажется хорошо патриарх кирилл сказал переформатировать сознание я ухватился за это дело вот эту запись я сегодня и веду что на это скажешь о тяжелом человеке но я не имел ввиду что там о молитве здесь речь не об этом шла но раз не пояснил то я поэтому беру все во внимание я исследую без исследования ничего не оставляю без исследования вижу-то рано вставать ну рано встаем вот мы бы ты приходишь сегодня видишь сколько я разблокировал уже и книги свел все остальные убрал и практически половина работы уже за плечами ту который нам сегодня надо будет делать так я тут нажму сейчас остановочку а